Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и Створения Свидетеля Анна Златоуста о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о мимостыне. По вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа, и когда ученики пристально смотрели на небо, вот явился им Ангел Господень, говорящий, что стоите и смотрите на небо. Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, сам опять придет на это место. И вот, возлюбленные, я вам сообщу, каким будет его второе пришествие, страшное и приводящее в трепет, обличающее всякое дыхание. Явится прежде всего знамение Сына Человеческого, на котором распяли его иудеи, блестящее, как молния, которое понесут святые ангелы. И впереди его будет трубить Архангел Михаил, и пробуждать почивших от Адама до конца века. «И встанут мертвые, как бы от сна, из своих гробов, как сказал апостол Павел, что вострубит, и мертвые во Христе восстанут нетленными, сразу, мгновение ока, при последней трубе. И соберут ангелы людей от четырех пределов Вселенной, в долине плача. Потрясется та долина, и откроется средство суда. Огненная река исполнена неусыпаемого червя, жестокие немилосердные ангелы, и в круг ставшие дела каждого, обличающие грешника. Изменятся небеса, и земля упразднится, и слава всего пройдет, как тень. Богатство и все пройдет, исчезнут, как дым, когда даже звезды, как листья, спадут с неба. И никто ни за кого не заступится, и ниоткуда не будет помощи, ни отец за сына, ни мать за дочь, ни брат за брата, ни друг за друга. Ни господин за раба, ни раб за господина, ни богатство, ни серебро, ни золото, ни дорогая одежда, ни дома с золотыми потолками, но обнажатся дела каждого, хорошие и худые. Откроются небеса, и вот Сын Божий идет на облаках небесных со многою силою и славою. Он небесный снисходит в Иерусалим, и Он необъятный всего, и поставляется двенадцать престолов, двенадцати апостолов и учеников Его. И вот Он, как молния, являющаяся от востока до запада, от страха и прещения Его свертывается небеса, как свиток. Тогда поколеблется вся земля, горы задымятся, огненные реки будут готовы принять грешников, черви, как драконы, с раскрытыми ртами будут жаждать крови грешных людей. Все будут мучиться непрерывно, та тьма не имеет света. Подумайте, братья, о том страшном, великом и славном дне. Если даже ангелы, ни в чем не согрешившие, трепещут того дня, то какой трепет овладеет грешниками тот страшный, ужасный день? Тогда будет горький плач и скрежет зубов. И никто пусть не думает, будто тот суд будет в умоиступлении. Я знаю, что многие говорят, будто тот суд будет так, как если кто-нибудь мучится, находясь во сне. Не заблуждайтесь, люди. Кто мучится во сне, только воображает себя это. А тело и душа почивают на постели. Но в тот день нельзя отделиться телу от души. А вместе они будут предстоять страшному тому судилищу, где книги дела раскрыты. Судья нелицеприятен и суд неизменен. Во многой славе позовет он всех на суд по имени, и все мы предстанем обнаженными. Там нет ораторской речи, побеждающей правду. Нет многословия языка, но испытаний дел. Там не нужны дары, ни защитники, но все несут собственные бремена. Там старости не верят, знаменитости нет, телесное благородство не спрашивается. Там красота лица не смущает судью, но достоинство девства и остальных добродетелей смущает судью, родившегося от девы. Там великие и малые равно судятся. Часто на том суде осуждают дети родителей. Если ты родишь детей, не соблюдешь равенство между ними, но одного обогатишь, а другого зненавидишь, то дашь ответ. Тогда и раб становится пред Господином с дерзновением, и рабыня пред Госпожою, и ученик пред Учителем. Все они судятся страшным судилищем. Дети с родителями, жены с мужьями, и дела каждого становятся явными. Поэтому и благословенный апостол Павел, зная это, всем повелел словами. Чада, слушайте своих родителей в Господе, и отцы, не раздражайте детей своих. Рабы, будьте послушны господам вашим. Господа, соблюдайте милосердие кровам вашим. Мужи, любите жен ваших. Жены, бойтесь мужей ваших, чтобы всем нам неосужденно предстать предстрашным престолом Господа нашего, Иисуса Христа, Бога нашего. Итак, будем трепетать того дня, в который пастырь имеет отделить овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь, стоящим по правую сторону, приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте в готовном вам Царстве от создания мира. Подумай только о той радости и дерзновении в отношении к ангелам, пророкам и апостолам. Залков, и вы дали мне есть, вас жаждал я, и вы напоили меня, и прочее. Идите, благословенный Отца Моего, получите вместо земного небесное, вместо тленного нетленное, вместо временного вечное. Вы меня одели одеждою, а я облекаю вас вечную славою. Вы дали мне хлеба, а я дарую вам пищу райскую. Вы мне приносили плоды, а я вас сделаю соучастниками святых. Вы напоили меня холодной водою, а я вас веду в рай. Брат, когда ты это слышишь, то чего ждешь? Чего медлишь отдать свое нуждающимся? Кроме того, ты дашь самому Богу, как сказал Он Сам, если сделаете единому всех братьев моих меньше, то мне сделайте. Те, которые гнали бедных, Христа гнали, а за это Он поставит их по левую сторону. И как они гнали бедных, таким же образом и Господь изгонит их словами. Идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо жаждал я, и вы не напоили меня, алкогол, и вы не накормили меня, и прочее скажет. Подумай только о том стыде, при сонме ангелов. Уже здесь, если кто-нибудь облечен в грехе против одного друга, как он опускает лицо, как он отказывается предстать, как он смущается друзей, соседей, родственников из-за стыда в том, в чем был облечен. Подумай же о том стыде, когда будут мириады ангелов и ряды пророков, хоры апостолов, неисчислимое множество мучеников, безграничный мир. И скажет судья, идите от меня, проклятые, ибо алкогол я, и вы не дали мне есть, жаждал, и не напоили меня, был наг, и не одели меня, болен был, и не посетили меня, странником был, и не ввели меня. Чем вы, говорит, оправдаетесь? Я лишил вас повода, у вас нет защиты. Если я скажу, залкал, и не дали мне есть, то ты можешь, скажешь, что у тебя не было хлеба, у тебя не было хлеба и воды, но уже ли у тебя не было и ног, чтобы навестить больных в темнице? Или ты не мог даже стонать с удрученными? Ты ничего не причиняешь бедному? А разве не поражаешь его своим языком, потом не позволяя ему стонать против тебя? Стоном его скоро внимает Господь и воздает с избытком творящим гордыню. Господь не так внимает праведным, как бедным, так как у бедного нет еще другого защитника. За бедность все мы отвергаем его, родители своих детей, друзья друзей, особенно брат брата, соседи соседей. Бедный всюду отвержен и беспомощен, ниоткуда не имеет помощи, кроме Бога, милующего бедных. Поэтому им скоро внимает Господь, как и пророк в другом месте говорит, скоро выслушивает бедных Господь и не уничижает их. У тебя есть хлеб или что-нибудь иное, чем утешается бедность? Дай бедному. Если у тебя нет, послужи ему словом, попечалься с ним, помолись за него, чтобы если у тебя не нашел он покоя, нашел бы у другого. У кого нет что-либо дать, и он одаряет бедного хорошими словами, тот приобретает себе награду больше, чем кто дает. Кроме того, в другом месте говорится велико благодеяние милостыни. Никакое другое доброе дело не в силах когда-нибудь так изгладить грехи. Обратимся же к нему, возлюбленные, чтобы получить вечное благо во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Боже, милости будьте мне грешным. Создал меня Бог. Субтитры сделал DimaTorzok.